Продолжение следует... Крем-суп из кабачков, приправленный фенхерем по вашей рецептуре. Желаете отведать? Да, пожелаю. Тарелку супа дня. Я же специально акцентировал ваше внимание. Пассеровать лук и томаты нужно на рапсовом масле, а не на оливковом. Да, говорите. Какое мясо? Говядина? А что у вас, ферма животноводческая? Угу. Все, блядь. Ну, я понял. Продиктуйте адрес, я сейчас подъеду. Ты здесь? Слушай, звонил фермер по поводу мяса. Я поеду, узнаю, что там, к чему может. Удастся заключить договор на регулярные поставки. Да, конечно, езжай. Да не волнуйся, я за всем прослежу, все проконтролирую. Позвоню маме, договорюсь, чтобы она забрала Каринку. Не надо звонить маме и ни о чем ее просить. Я вернусь до шести вечера, и ты сама сможешь забрать Каришу. Ладно, как скажешь. Вам нужно больше времени проводить вместе. Ты же мать. Для нее важно твое внимание. Хорошо, я поняла. Иди уже. Мне очень больно. Я все еще люблю Сашу. Я не могу быть счастлива без него. Или смогу. Наверное, я смогу, когда сумею его разлюбить. Интересно, вспоминает ли он обо мне? Ну что ты читаешь? А, это моя старая тетрадь. Раньше я записывала туда разные мысли про себя и про других людей. А про меня там тоже написано? Пока нет, малыш. А про Карину? Почему именно про Карину? Ну ты же не заплетала косы. А у нее своя мама есть. Ах, кто маленькая ревнеется, а? Кто маленькая ревнеется? Я сколько раз говорила, не трогать мои вещи, маленькая воровка. Я не воровка! Если берешь чужое, значит воровка. Быстро положила все на место. Умываться и ужинать. Я не буду ужинать. Будешь, как миленькая. Пойдем. Ты плохая, не люблю тебя. А ну пойдем. Со мной быстро. Я сказала, пойдем со мной быстро. Заходи. Остановись. Будешь стоять здесь, пока не научишься слушаться маму. Ты меня поняла? Я спрашиваю, поняла? Поняла. Вот и прекрасно. Боже, что я делаю? Кариночка. Солнышка, извини меня, пожалуйста. Зайка, извини меня. Ладно. Но ты ведь тоже была не права, правда? Давай так. Мы сейчас с тобой пойдем умоемся и забудем нашу ссору, да? Я не буду говорить папе, что ты берешь чужие вещи. А ты ему не расскажешь о нашей ссоре. Мир. 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 Алло, Диночка, что случилось? Как там у вас дела? Мама, я, наверное, чудовище. Ну, что за самое бичевание. Ты что, опять выпила? Мам, ну почему сразу выпила? Я не пила. Ну, извини меня. Извини меня, пожалуйста. Ну, мне просто, просто показалось. Ну, что у вас там случилось? М? Я опять поссорилась с Каринкой. Я не могу, она меня бесит. Мам, даже по мелочам. Я не знаю, что мне с этим делать. Ну, так бывает. Так бывает даже с родными детьми. А уж с приемными, ну, тем более. Но ведь тебя никто не принуждал удочерять ребенка из детдома. Ты же так хотела доченьку. Сама. Я знаю, что я сама виновата. Но если бы я только знала, как трудно полюбить чужого ребенка, я бы ни за что бы не взяла Каринку. Слышишь меня? Ни за что. Ты же знаешь, что любовь это, это не только умиление кем-то. Это работа. Работа над отношениями. Ты что не ложишься? Дина. Да-да. Угу. Ну, послушай, малыш. Все будет хорошо. Да? Ты сейчас ляжешь, хорошо поспишь. Да? Выспишься, а завтра все будет нормально. Я целую тебя. Целую. Спокойной ночи, доченька. Спокойной ночи. Ну, что там опять? Да все то же самое. Ты знаешь, Аркаша, наверное, зря мы тогда Дину в юности на аборт сломали. Был бы сейчас собственный ребенок, не было бы проблем. Беда. Думаешь, было бы лучше, если бы она семнадцать лет стала матерью-одиночкой? Владик же ее бросил. Да может, это была твоя идея насчет аборта. Да, моя. Ну и что? Ты же мог меня остановить? Ты же меня поддержал? Конечно, я теперь задним умом понимаю, что я ошиблась. Надо было заставить этого Владика на ней жениться. Да если бы она его любила. К сожалению, наша Диночка любит только тебя. Да. И сбаловали мы ее с тобой. Хорошо, что еще муж попался. Терпеливый. Ну, когда-нибудь и Сашке надоест с ней нянчиться. Да. Интересно. Это ж кто ее избаловал? Да оба постарались. Вот ты почему ее все время малышом называешь? Взрослая женщина, тридцать лет. А ты все малыш, малыш. Ну. Конечно. Это я, я во всем виновата. Ладно. Давай спать, а то поссоримся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Я буду тебя не набрал. Замотался. Ты же знаешь, какая мне служба. Да, я понимаю. Или ты мне не доверяешь, а? Ну, признавайся. Я же тебя люблю. Ты единственная женщина, ради которой я готов пойти на все. Еще Аленка. Я знаю. Я доверяю. Какая-то ты сегодня не такая. У тебя все в порядке? Я не могу. Привет. Привет. Все нормально? Да. Ладно, я в душу спать. Саша, можно к тебе? Дима. Саша. Ну, Саша, ну что такое? Я что, что-то делаю не так? Дело не в этом. А в чем тогда? Ну, я же не пью. Я так хочу все исправить, Саша. Я немного устал. День был просто. Прости, но не сейчас. Да пошел. Ну, зачем ты опять это делаешь? Ты сам меня вынудил. Ты же хотел, чтоб я опять выпила. Ты просто ищешь повод, как всегда. Нет. Это ты всегда ищешь повод наказать меня своей холодностью. Я лишь облегчаю тебе ситуацию. Уже поздно. Давай завтра поговорим. Пойдем спать. Иди и сам ложись спать. Ясно? Кричи Карину разбудишь. Карина, какой у тебя рисунок красивый. Ну-ка посмотрим, что ты тут нарисовала. А это мама, папа и дедушка? Нет. Это папа, это я, это бабушка, а это дедушка. Угу. А мама где? Не хочу ее рисовать. Ты на нее обиделась? Все будет хорошо. Посмотри, как я нарисовала. О, какая красота. Красиво. Молодец. Это вот питье. Мама. Хорошо. Тань, давай все-таки поговорим. Саш, не надо, прошу тебя. Давай лучше поговорим о Карине. Меня недавно кое-что насторожило. Я сейчас принесу ее рисунок, и ты сам все поймешь. Давай. Посмотри за детьми, пожалуйста, ладно? Да. Да. Господи, что ж такое-то. Все нормально? Да, все хорошо. Я вам помогу. Хорошо. Ну что, вам давление померет? Нет, спасибо. Все хорошо. Просто выскользнули из рук. А у меня звук. Ух ты. Красивый. Большой. Отстань. Это мой папа. Так, ты чего толкаешься? Девочки, давайте вы не будете ссориться. Вместе возьмете жука и отнесете его обратно. Да? А где мы его отпустим? А где ты его взяла? Да вон там. Вот вместе отнесите его и отпустите. Только положите аккуратненько, потому что у него есть маленькие детки. Они его ждут. Хорошо? Хорошо. Давайте. Нам это нужно все отвезти на склад. Вот. Посмотри. Карина нарисовала вашу семью, но здесь нет мамы. Это тревожный сигнал. Обычно дети рисуют маму в первую очередь. У меня ощущение, что девочке не хватает материнского тепла. Может ты поговоришь как-то осторожно с женой? Конечно. В этом отчасти есть и моя вина. Я должен был полностью освободить Дину от ресторана, чтобы она все свободное время посвящала Карине. Ты подумай об этом. Хорошо. Спасибо. Кариш! Пойдем домой. Сейчас заберем маму из ресторана, отвезу вас домой и сам поеду на работу. А можно лучше с тобой в ресторан? Не сегодня, малышка. На другой раз. Давай. Такой вариант нам не подходит. Тогда пусть мама на работе остается, а мы с тобой домой поедем. Ты же знаешь, по вечерам за рестораном лучше, чтобы присмотрел мужчина. Все, давай. Не огорчай маму. А здорово в этих магазинах варишек накрыли. По горячим следам. Да они на камеры попали. А дальше дело техники. Все равно молодцы. Мам, не болтай, ты все проиграешь. Понял. Только твой папа никогда не проигрывает. Оп! Ты знаешь, и конечно они кормили нас неплохо, но экскурсии были замечательные, интересные. О море. Боже мой, какое это море. Мне кажется, что я бы даже помолодела на двадцать лет. Таня, с тобой все в порядке? Да, все нормально. Ну, прозвучало как-то не очень оптимистично. С Костей не поссорилась? Нет. Просто размышляю. Может мне уволиться из садика? Коллектив плохой. Устала, наверное. Ну, если устала, то конечно увольняйся. Посидишь дома, отдохнешь, осмотришься. Я же понимаю, что другой город, другие люди, ничего страшного. Итак, внимание. Оп! Мясо готово. К столу все бегом, бегом, бегом. Пойдем, пойдем, пойдем. Да бросай ракетку, пойдем. Смотри. А я выиграла. Какая молодец. Да, Ленка, у нас прям монстр в аминтоне. Да? Требую утяжительный поцелуй. Держите. Спасибо. Давай. Я читаю городские новости. По-моему, ты уже спишь. Точно? Точно, точно. Точно, точно. Сережа. Да? Ты ничего сегодня не заметил? Ты о чем? По-моему, все великолепно прошло. А что? А по-моему, нет. Таня очень печальная. Может быть, Костя на королеве сел, ты бы поговорил с ней по-отцовски. Да нет, Таня просто не хотела сюда переезжать, вот и мать все. Привыкни, все будет хорошо. Не переживай. Иди ко мне сюда. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Иван Георгиевич, все готово? Пока еще нет. Почему? Павел Александрович, рук не хватает. Понял, присоединяюсь. Что делать? На овощи. Ага. Мужики, банкет вот-вот начнется. Ну-ка, собрались. Ну, давай за нас. Давай. Да, мам. Мам, почему я должна была забыть? Как меня достало, что вы меня все контролируете. Предки все зануды. Мои такие же. Они меня уже задрали со своей опекой. Забей. А с Сашкой все совсем наоборот. Он вообще перестал меня замечать. Будто сквозь меня смотрит. И не видит. И не видит, Вик. Вообще не видит. Представляешь? Будто я шапку-невидимку надела. Ну и дурак, раз не видит, каким бриллиантом обладает. Ну или у него... Что, Ирина? Любовница. Нет. Нет, это исключено. Да сто пудов, любовница. Вот попомнишь мои слова. Он слишком порядочный для этого. Мой тоже был порядочный. А потом козлом оказался. Вот сейчас и разводимся. Да ты что? Угу. Слушай, я сочувствую. Да ничего. Забей. Проехали уже. Нет, ну нет. Сашка не мог. Он другой. У нас кризис с ним просто сейчас. Это все из-за Каринки. Он ее слишком сильно любит, понимаешь? Я вот так ревную к ней. Представляешь, какая гадина. Да никакая ты не гадина. Слушай, ты не должна любить чужого ребенка. Я тут своего иногда прибить готова. А тут чужой, детдомовский. Я не знаю, зачем я уговорила его удочерить ее. Она все время стоит между нами. Ладно. Пора забрать ее из садика. Да успеешь ты ее забрать. Слушай, а давай еще по одной. На дорожку, ну? Ну, не переживай, солнышко. Папа, наверное, занят, не слышит. Ну, не переживай, солнышко. Папа, наверное, занят, не слышит. Слушай, а у меня идея. А давай мы с Аленкой тебя в гости позовем? Да, Ален? Угу. А я тебе свою Барби покажу. Хочешь? Угу. Ну вот и отлично. А папе мы смс напишем. Он приедет к нам домой и заберет тебя. Хорошо? Угу. Так. Угу. Пойдем. Давай. Александр Борисович! Я! У нас в кабинете телефон звонит постоянно. Принял. Тря-ля-ля-ля-ля-ля. Тря-ля-ля-ля-ля. Сейчас мы гей новое платье сошьем. А тебя мама ругать не будет, что ты это взяла? Да что, маме нравится, когда я шью. Давай подумаем, что мы ей будем шить. О, а давай это будет вверх, а это юбкой. Да, я как раз хотела это сказать. Привет. Привет. Проходи. Спасибо. Тань, прости, пожалуйста, что так вышло. Я... Да ничего страшного бывает. Девчонки так хорошо играют, не хотелось бы их прерывать. Может, чаю выпьешь? Устал, наверное. Если честно, я отклирусь. Ну, а когда отец вернулся с зоны, у него уже была последняя стадия туберкулеза. В общем, два месяца еще пожил, и все. Печально. Сочувствую. Саш, прости за бестактный вопрос. Каринка у вас, она... Да, мы взяли ее из дома малютки. Дина очень хотела малыша, но, к сожалению, своих иметь не могла. А теперь она почему-то именно в кореши видит причину своего порока. Ты любишь Костю? Любишь Костю? Таня, все могу обучать. Таня, все могу обучать. И вообще тебе пора. Тебя ждут дома, а я жду Костю. Прости. Прости. До встречи. Пока-пока. Пойдем. Пойдем, пойдем. Пока. Пока. Мам, тебе плохо? Мне очень хорошо, солнышко. Как будто ты съела мороженое. Точно. Ну, все, давай умываться и в постельку. Сегодня был сложный день. Наоборот. Хорошо, что Каринка пришла к нам в гости. Не так весело играть. Ну, вот и замечательно. Пойдем в ватную. Все, что 1600 года. Продолжение следует. Опять А позвонить, что забрал Каринку, не судьба? Я приехала, а там никого, кроме сторожа. Ну ты еще попозже приехала, мне же его не застало бы. Сашка, ну не обижайся, ну пожалуйста. Ну я знаю, что я виновата, ну прости. Ну поцелуй меня. Ну Сашка, ну не отворачивайся, я так тебя люблю, Саш. У тебя опять пахнет алкогольным. Вот скажи, пожалуйста, почему ты ее любишь больше, чем меня? Кого? Каринку. Или что, у тебя другая баба? Быстро признавайся, кого ты любишь больше, чем меня. Не говори глупости. Эй. Тогда пойдем в постель. Так. Я так тебя хочу. Если ты не забыл, у нас завтра очень сложный день. Ты всегда находишь отговорки, а на самом деле ты меня просто не хочешь. Почему? Давай поговорю об этом завтра. Нет. Мы поговорим об этом сейчас. Так, я понял, понял. Тихо, 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 тихо. Аккуратно, аккуратно. Подъем. Так, подъем. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Сашка, я так соскучилась. У тебя пару баиньки. Нет, я не хочу баиньки. Хорошо, что не спишь. Ты что, опять выпил? Немножко. Немножко. Так сказать, по случаю. Премия. М? Что-то слабо верится, что у полицейских такие премиальные. Танюш. Давай, Лыш, подумаем, на что потратим. Может, тебе колечко с брюльком купим? Кость, откуда столько денег? Таня, ну тебе не все равно. Отблагодарили за услугу, скажем так. То есть взятка? Просто помог хорошим людям. Вот и все. Костя, мне не нужны чужие деньги. Серьезно. Тань, ну вот ты правда думаешь, что твой отец не берет взяток. И никогда не брал. Мой отец честный человек. Честный? Ну вот только ты мне скажи, за какие бабки он купил себе этот особняк? У них с мамой были сбережения. Они кредит брали от бабушки, наследство. У них было на что приобрести дом. Ну все, все. Таня, я просто не понимаю. Знаешь что, не хочешь, как хочешь. Я вот эти деньги лучше Аленке на учебу возьму и отложу. Понятно? Все. Ты завтра же вернешь их обратно. Да. Сейчас, Женя. Побежал их давать. Извини, я устал. Ничего спать. Продолжение следует. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Таня? Тихо, 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 тихо. Тихо, успокойся. Саша? Таня, тихо, тихо. Стоять, стоять, стоять. Не надо ничего говорить. Мне лучше уйти. Тихо, тихо. Что же мы наделали, Саша? Саша, я... Я просто... Я не знаю, как дальше жить. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Саша? Саша. 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 Дай руку, Саша. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Привет. О, Дин-Дин, сколько лет, сколько зим. Нам надо встретиться. Куда? Лечу. Завтра в 12 в кафе на Стрелке. Спокойной ночи. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Так, ну все, беги, играй. Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Здравствуй, Татьяна Сергеевна. Привет. Иди поиграть, дичья. Саша, иди, пожалуйста. У меня и так ощущение, что все на нас смотрят. Хорошо. Но я заберу тебя в частный сработает, когда придет твоя напарница. Хорошо. Хорошо. Кариш, пока. Пока. Спасибо. Дианочка, в 17 лет ты была умопомрачительной кошечкой. Но сейчас с этой энергией чувственной зрелости ты просто фея. Пожалуйста, сядь напротив. Ты уверена? Да. Чего хочет женщина, того хочет Бог. Десять лет назад с этими бурными возгласами ты испарился, а мне они вышли боком, так что я теперь не смогу иметь собственных детей. Тише, 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 тише. Тогда я был подонок и конченый человек, но людям свойственно меняться. Тем более я сразу тебя предупреждал. Отцовство – это не мое. И если я не ошибаюсь, ты была еще более не сдержаннее, чем я. И это восхитительно. Хватит. Я по делу. Я слышала, ты стал заниматься частным сыском? Допустим. Я уверена, что мой муж завел себе любовницу. И мне надо получить веские доказательства этого. Восемь лет. Целых восемь лет я жил. Переживал, что-то чувствовал. Думал, что все происходящее имеет хоть какое-то значение, но... Нет. Без тебя все не важно. Мы должны быть вместе. Саш, ну, у нас семьи и дети. Я как перед пропастью. Я не могу больше обманывать Костю. Все время чувствую себя перед ним виноватой. Я тоже не хочу в родине. Давай не будем ждать какого-то конкретного случая. А прямо сегодня придем вечером домой и все расскажем. Сегодня? Сегодня? Все сегодня. Давай. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Конечно. Давно. Тин, давай разведемся. Я оставлю тебе и дом, и ресторан. Заберу коришу, сниму квартиру, и мы съедем. Я очень прошу тебя, пожалуйста, давай нормально все обсудим по-взрослому. Ты что, думала, я ничего не знаю о твоих похождениях, да? Ты думаешь, я останусь в долгу? Дина! 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 Ты еще пожалеешь об этом. Танеш, ты чего не спишь? Ты чего не спишь? Кость, нам надо серьёзно поговорить. Таня, прости. Так, башка раскалывается. Давай, если никто не заболел, не дай бог, не умер. Давай завтра. Я спать. Да, Диночка. Что случилось? Мамочка, можно я к тебе приеду? Дин, ты чего? Что, опять пьяная? А... Чего за фигня? Машина какая-то? Наверное, пьяный какой-то вылетел. Держи. Может, и есть кто внутри. Братево, тут, походу, мертвяк. Баба какая-то. Ого! Ничего себе!